В самый обычный октябрьский день 1929 года в Нью-Йорке произошёл обвал акций фондовой биржи. Началась всеобщая паника. Люди, которые инвестировали свои сбережения в фондовый рынок, продавали акции по любой цене. Многие компании, банки, фабрики и заводы обанкротились. Это привело к массовой безработице, самоубийствам, росту преступности. После США кризис распространился по всему миру. В историю он вошёл под названием «Великая депрессия». Длился долго – пять лет. Даже до начала Второй мировой войны экономика не отросла. Главной причиной кризиса называют дисбаланс в экономике. То есть нарушение цикла производства, распределения, потребления. Производство товаров благодаря новым технологиям росло быстрее, чем у людей появлялись деньги, чтобы купить эти товары. Мелкие компании банкротились, крупные оставались. Они становились на рынке монополистами. А без конкуренции развиваться трудно. Как же выйти из кризиса? Экономисты думали о двух путях. Вмешиваться государству в экономику или нет? А коммунисты с социалистами злорадно потирали руки и твердили, что это крах капитализма. Английский экономист Джон Кейнс заявил, что всему виной крупные компании, которые монополизировали рынок и ограничили конкуренцию. Кейнс обосновал необходимость государственного регулирования экономического развития. Вот только теперь нужно было определить степень этого вмешательства. В демократических странах кризис решили преодолевать путём реформ и политических компромиссов. Государства взялись наводить порядок в своих экономиках. Были организованы социальные выплаты безработным и инвалидам. Были введены минимальные зарплаты. Расширены функции профсоюзов. Всё, что касалось основ демократии, государство не трогало. Ну там, права человека, принцип разделения властей. Тоталитаризм – это всеобщность, тотальность государственного регулирования всех основных процессов в стране. В экономиках стран с таким режимом рыночные отношения заменены государственным планированием и распределением. Частная собственность очень ограничена. В тоталитарном государстве есть только одна политическая партия, что влечёт за собой единомыслие, нетерпимость к иным взглядам и культ вождя. В Италии после Первой мировой войны в обстановке хаоса и разочарования к власти пришли фашисты. На этой же волне в Германии к власти пришли нацисты. В Испании и Японии та же песня. Фашизм в разных странах чутка отличался. Германский фашизм, то есть нацизм, отличала крайняя форма национализма и антисемитизм, ненависть к евреям. Нацисты оправдывали уничтожение неарийцев. В Италии, Испании, Португалии аж такой крайности не было. Там политику смягчало влияние католической церкви и христианской идеологии. Авторитарные режимы утвердились в таких странах, как Австрия, Венгрия, Болгария, Румыния, Югославия, Польша, Литва, Латвия, Эстония. Авторитаризм – это такой политический режим, при котором власть осуществляется одним лидером или одной партией при минимальном участии народа. Действует принцип «разрешено всё, что не запрещено государством», а это предполагает отсутствие всеобщего регулирования в отличие от тоталитаризма. В 20-е-30-е годы в Европе авторитаризм и тоталитаризм всё больше распространялись, отодвигая в сторону либеральную демократию. Давайте поговорим об отличиях демократического, авторитарного и тоталитарного режимов. Итак, что характерно для демократического режима? Свобода мнений, многопартийность, конкурентные выборы, разделение властей, независимость суда, отсутствие репрессий, поддержание конкуренции в экономике, отсутствие монополий, уважение частной собственности. Авторитарный режим, нет разделения властей, контроль правящей партии над политической жизнью и судом, многопартийность, цензура, ограничение свободы слова, выборочные репрессии, допущение конкуренции и частной собственности. Тоталитарный режим, одна идеология, единовластие одной партии, культ вождя, полный контроль над средствами массовой информации, централизованное руководство экономикой, господство монополий, тотальный контроль над населением. Друзья, на этом всё. Это был седьмой параграф за 10 класс. Увидимся в следующих видосах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова